Мы поднимем первую, дай бог не последнюю, чашу меда дикого, за Сибирь великую. Так, друзья, очередной фильм. Только не падайте со стула. 5600 какой-то. Вот. Я не могу остановиться, а есть на то серьезные причины. Итак, мы с вами учимся работать в саду. Вот одна из работ. Это горькая правда. Николай, пусти погреться. Пусти погреться. Ну, спасибо. Спасибо. Так, это называется противопожарная... Ой, как холодно. Да я говорю холодно, снег вон лежит. Где сейчас кино снимать, а пальцы не сгибаются. Погреться. Ага. Так. Погоди-ка. А почему так быстро? Тут такая куча... Почему так быстро? Я в нежели не работаю. Ладно. Так. А? Почти нету. Да я смотрю. Так, ладно, некуда мне с тобой лесу точить. Я пошел фильм снимать. А, кстати, объясняю зрителям, откуда сдалось столько много дроб. А вот откуда. Мы... Я с другим помощником, профессиональным лесорубам спилили здесь... Только здесь больше, около 20 деревьев абрикосов. Вот таких вот. А вот таких вот. Вот таких вот. Вот таких вот. Вот видите? Это то, что осталось. А почему скосили? Почему спилили? Это горькая правда. Вот. Видите? Участок. Участок. 20 лет назад заложили дом. Бросили и уехали в Москву. А то, что 20 лет зарастало лесом, вот таким вот. Администрациям всяким по всей России, честно говоря, наплевать. В результате участок угроблен для сельхозработ. Тут не будет ни огорода, ни сада, ничего. Все. Это один такой участок. Я уже показывал не раз. Горькая правда. И вот второй такой участок. Вот он. На нем растут, как видите, березы. И то, и то мы пытались купить, но безуспешно. Вот. Когда прошло много лет, я задал вопрос в администрации поселкового совета. Мне сказали. Хозяин есть? Есть? Ищите. Все. А вот это вот, что бывает, когда мы выпиливаем. Вот выпилили мы. Вот оно горит. Вот оно горит. Вот. А какая у них? Вот уже подсадили. Казалось бы, заняли место. А абрикос не сдается. Видите? Вот пень. Вот здоровенный пень, смотрите. Вот он. Здоровенный пень. Он не сдается. Он хочет захватить снова. Вот такие деревья. Они мощные. Вот такие вот. Они мощные. И быстро. Если вот этого оставить у покоя. Второй раз не спилить. Не. Потом. Также помощника попрошу. Он быстро за несколько минут. Все вот это уберет. Вот это. Видите конкуренция. Вот тебе яблонько. Вот тебе этот возрождается. Вот тебе еще. Вот еще. Вот еще. Вон еще. Вон еще. Ну и там еще. Там еще. Вон еще. Значит получается, что и по второму разу надо будет уничтожать. Вот. А земля вот эта. Это мы только облизнулись. Которая за забором. Мы только облизнулись. И еще немного времени. Она качает. Там придет негодность. Как земля сельхозназначения. А это никого не колышет. По России это миллионы угробленных гектаров. Когда я узнал, что 130 километров от Москвы вымирает поселок. Как сказал человек, который мне звонил. Дороги лучше, чем в Москве. Там у них такая шикарная дорога. Ну, электричество есть, само собой. Но этот поселок вымирает. Последних пять человек молодых. Приезжает. Отдохнет. Уедет в Москву. Поработает пару недель. Приедут в свой дом отдохнуть. И опять в Москву. Никто сельскую местность не развивает. Вот. Это предательство. Потому что сегодня нам не дали возможность освоить вот этот участок. Вот здесь бы могли расти такие плоды. Такие сады. Невероятно. А что растет? Внимание. Вот что растет. Вот что растет. Ну, ладно. Теперь это очередной горький фильм. Вот. Потому что я пришел сюда по другой причине. Мне нужно снять фильм про груши. Мне нужно заступиться за груши. Вот. Неживежество вопиет. Невежество кричит. Убивайте. Уничтожайте деревья. Уничтожайте. И уничтожают. Ну, что. Будем дальше заниматься. Пусть это будет небольшой фильм. О чем? Ну, хотя бы о том, что случилась страшная вещь. Еще второй маленький сюжет. Страшная вещь. 90 посылок были отправлены Сергеем и Татьяной Железовым. Моими детьми. Были отправлены на почту. Выгружены с ними договор. Вот. Оплачены. Все. Пересылка. И вдруг. Пах. Забирайте обратно. А там же саженцы. Живые саженцы. Каких-то 20 саженцев. 30. Каких-то 1-2. Что творится? Как? За что? Куда их теперь? А они правила изменили. А людям не сказали. Ну, договор заключили. Скажите людям. До того, как они начали это. Ведь мы могли. Они могли подождать до весны. И весной отправить. И пусть бы они сейчас. Вот тут вот. Вот он, питомник. Пусть бы оставались питомники до весны. Нет. Поддость случилась в том, что у нас в стране ничего нет такого надежного. Мы когда говорим. Ух, да там в Германии такой порядок это с восхищением. Ну так сделайте такой же порядок. Позвоните людям. Скажите. Правила изменились. Ваши посылки теперь считаются нестандартными. Все. Или гоните пятьдесят тысяч. Вот. Ой, каких пятьдесят? Что-то там было около пятисот тысяч. Дополнительно. Заплата за нестандартные посылки. Ёлки-палки. У детей шок. Это же... Это страшная вещь такая. Где такие деньги? Полмиллиона. Кто заплатит? Покупатели уже заплатили. Кто там пятьсот рублей, кто семьсот за пересылку. И успокоились. А теперь надо еще пять тысяч заплачивать. Так кто ж доплотит-то? Ужас какой-то. И сейчас Татьяна Железова с нанятым товарищем сейчас на почте эти посылки разрезают. Делают их другого размера. И опять потом накупили эти... Как их... Сейчас скажу. Накупили рулончики со скотчем. И каждую посылку переделать. Каждую посылку. Все по-новому переделать. Написать. Упаковать. Сдать. Вот. Ужас. Что они сделали? А они ко мне. Помогите-ка. Это Валерий Константинович. Это мои дети. Выручай, Константинович. Я сейчас ей отвез. На скреб 90 тысяч. Все выгреб свои эти. Как это называется? Это называется все свои заначки. Знаете, иногда заначки делаешь от самого себя. Привез я эти 90 тысяч красненькими бумажками. Все, чем могу помочь. И сейчас они торгуются, чтобы им выплаты на несколько месяцев растянули. То есть посылки сдадут, а платить будут эти полмиллиона на несколько месяцев. Где их взять, эти самые. Кругом долги. Ипотека эта. Сергей тот, это самое, подписывается. 12 часов на кране работает. Посменная работа. Вот. Саженцы в основном проданы. Вон они в посылках лежат. Вот. И в общем, такая вот случилась катастрофа. Вот. Да. Прониклась. Она моя хорошая знакомая. Когда-то у меня посылки принимала начальник или директор, как там зовется, центральной почты. Прониклась. Ради них приехала в субботу. Выбирает варианты, чтобы хоть что-то сэкономить. Чтобы хотя бы не полмиллиона. Вот что творится. И бесполезно. А почему тут? Какие претензии? Да потом можно судиться сколько угодно. Уже 3-4-5 дней саженцы в посылках лежат. Посылки не выехали. Вот. Таня обзванивала десятки, десятки из этих 90 человек. Пожалуйста, войдите. Уже нашелся человек, который сказал, психанул. Возвращайте деньги. Вот. Вернут посылки обратно. Ой. Саженцы опять прикопают до весны. Вот что творится. Такая необязательность. Так подставить людей. Испортить настроение. Татьяна еле жива. Она болеет. Она разговаривать не может. Она хрипит в телефон. Вот. Кого это колышет. Изменили правила. Посылки принимали столько лет, а потом сказали неправильные посылки. Почему это делает почта? Я вам скажу почему. Эта почта решила зарабатывать на том, что купите у нас стандартную посылку. Вот и все. Купите. Заработать на чем угодно. Вот. Ладно бы предупредили. Вот и все. И подождали бы до весны. Вот. Другие бы посылки. Опять же, в Абакане заказали бы эти посылки, которые нестандартные. Чтобы они были под размер стандартных сделаны. Нет сейчас эти посылки. Вместо того, чтобы уже 3-5 дней ехать. И уже бы кому-то уже бы можно было посадить. Ведь зима на носу. Все рассчитано вплоть до последних дней. Вот. Нет. Сегодня, в субботу, эти посылки перепаковываются. Вот. Ох, обида как. Начал я. Здравия закончил, как всегда. Сколько у меня таких грустных тем. Это просто ужас. Вот. Почему в нашей стране так? Почему никто за это не ответит? Почему нельзя? Если бы был какой-то касационный суд, который бы... Только бы подать... Все правильно. Обманули. Подставили. Пусть в пятницу узнали. А в субботу уже это самое... Уже это... Примите, куда вы денетесь эти нестандартные посылки. Это же хорошо, что они большие. Хорошо, что саженцы. Двухметровая половина отрезаем. Посылки суем. Эх. Это... Обидно, страшно. Вот с этого начинается родина. А не с клятвы в твоем букваре. Вот. Не с картинки в твоем букваре. Поехали. СМЕХ. Аплодисменты. Двухметр. Трех.